И снова всем привет! После затяжных выходных после Е3 мы вновь возвращаемся с новым выпуском еженедельного новостного дайджеста Let's News. С вами, как всегда, я, Холли, и наш портал Let's Geek. Поехали! В этом выпуске. Тизер второго сезона Life is Strange. Подзаголовок к новой части сольного фильма о Человеке-пауке от Marvel Studios. Системные требования к ремейку Resident Evil 2 и многое другое. А наш дайджест мы начнем с классной новости, которая определенно порадует всех фанатов Life is Strange. Да, мы говорим о тизере второго сезона популярного игрового сериала. Недавно студия опубликовала его в сети. Кроме нового логотипа и мрачной атмосферы, нам также показали и дату выхода первого эпизода. 27 сентября этого года. Спустя некоторое время стало известно, что пачку подробностей о новом сезоне мы получим уже в августе. Вполне возможно, что студия покажет игру на выставке Gamescom 2018 в Кёльне. Компания Capcom, ответственная за разработку ремейка Resident Evil 2, опубликовала системные требования к PC-версии игры. Их вы можете увидеть на своих экранах. Игра выйдет 15 января на PlayStation 4, Xbox One и PC. Едем дальше. Если вы являетесь бравым фанатом игр компании Bethesda, то наверняка знаете, что компания очень трепетно относится к своим играм. К примеру, в 2011 году компания подавала в суд на студию разработчиков игры Scrolls. Только потому, что у многих игроков это название игры уже имело ассоциацию с одной из главных серий компании The Elder Scrolls. Теперь под ярый взгляд Bethesda попала студия Behavior Interactive, ответственная за разработку мобильной игры Westworld, основанной на одноименном сериале от HBO. В своем иске Bethesda назвала игру откровенным плагиатом Fallout Shelter. Как отмечает Bethesda, эти два проекта имеют идентичные или схожие геймдизайн, визуальный стиль, анимации, особенности и другие геймплейные элементы. Что из этой истории с иском выйдет, покажет лишь время. С момента последнего показа ролика игрового процесса Marvel's Spider-Man на E3 прошло немало времени. И до сих пор никто, кроме разработчиков, не знал имя шестого скрытого антагониста игры. Но совсем недавно YouTube-блогер под ником Drifter брал интервью у исполнителя роли злодея Рина Криса Джей-Алекса. В ходе обсуждения участия актера в озвучивании Call of Duty Black Ops 4 речь зашла о проекте от Insomniac Games. Тут-то Джей-Алекс и проговорился, что в игре появится Доктор Осьминог. Многие могли бы посчитать эту информацию фейком или шуткой. Да только спустя несколько часов ролик с интервью был полностью удален с канала блогера, что наталкивает на мысль, что данная информация является все же правдивой. Игра выходит 7 сентября, эксклюзивно на PlayStation 4. И немного о кино. Джеймс Ганн опубликовал в Твиттер фотографию титульного листа сценария к триквелу «Стражи Галактики» со словами «Каждая частичка моего сердца». По словам главы Marvel Studios Кевина Файги, съемки новой части фильма стартуют уже в начале следующего года. Звезда киновселенной Marvel Том Холланд опубликовал в Instagram видео, где актер раскрывает подзаголовок сиквела про Человека-паука. Новая часть будет называться «Вдали от дома». Некоторые пользователи ресурса думали, что данный подзаголовок является лишь шуткой Холланда в адрес фанатов Marvel. Но спустя время глава Marvel Studios Кевин Файги подтвердил все показанное и сказанное Томом в видео. Выход новой части запланирован на 4 июля 2019 года, сразу после премьеры четвертой части «Мстителей». Так что делаем предположение, что все-таки многих героев как минимум воскресат. И на этой радостной ноте мы закончим. Спасибо, что смотрели данный выпуск. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, не пропускайте разные видео и подписывайтесь на паблик, чтобы не пропускать самые интересные и свежие новости. С вами была я, Холли. До скорых встреч на просторах нашего портала. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!